МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса. Все о главных событиях жизни Владивостока. С вами Юлия Рокотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Жара во Владивостоке бьет температурные рекорды. Вода прогрелась до 26 градусов. Люди страдают от тепловых ударов, а на самих пляжах наводят порядки. Разгар купального сезона – тема недели. Основной пик субтропической жары уже позади. На жаркие дни еще будут. Республика Корея намерена расширить бизнес во Владивостоке. Сейчас я вижу, как преобразился город, а Владивосток я слышу, в том числе и с телевизионных корейских программ, и знаю, что ваш город полюбился нашим жителям. В бухте Охлёстышева снова открылся лагерь инвалета. Он предназначен специально для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это помогает лучше ходить. И это все-таки дает надежду вообще бросить костыли и передвигаться с помощью ног. Также в выпуске. Дальневосточный федеральный университет открывает первую в России магистратуру по праву кибербезопасности. И еще раз скажем, морской музей хотят открыть во Владивостоке. С таким предложением выступил директор музея Арсеньева Виктор Шалай. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Первый из трех электропоездов, которые поставят в Приморье по поручению президента, придет в регион уже в середине августа. Это составы, которые остаются невостребованными после проведения Чемпионата мира по футболу. Примерно две недели электропоезд будет проходить обкатку, а 1 сентября выйдет на маршрут и начнет возить пассажиров. Уже определены 10 маршрутов, по которым будет курсировать новый четырехвагонный электропоезд. Это направление из Владивостока в Смолениново, Кипарисово, Артем-1 и обратно с различными остановками. Первый поезд должны поставить до начала проведения Восточного экономического форума. Еще два край сможет получить в следующем году. К слову, цена билетов. Старые вагоны Лоу-Кастеры будет минимум на 5-10% ниже, чем на места в аналогичных вагонах с кондиционерами и биотуалетами. С таким заявлением выступил генеральный директор федеральной пассажирской компании Петр Иванов. Предлагается выделить старые некомфортные вагоны до их списания в отдельный временный бренд эконом-бюджет, а в остальных поездах вести три класса обслуживания. По словам специалистов, это позволит сформировать более выгодное ценовое предложение. Представители южнокорейской строительной компании из Дангсео посетили с визитом вежливости администрацию Владивостока. На встрече с делегатами чиновники обсудили возможное дальнейшее сотрудничество. В строительстве каких объектов столицы Приморья заинтересованы гости из Южной Кореи, расскажет моя коллега Анна Бережная. Свой интерес к Владивостоку президент крупнейшей строительной компании Южной Кореи выразил уже в начале встречи. Квон Хёк Вун рассказал, когда был здесь 9 лет назад, подумал, если через бухту Золотой Рог построят мост, он обязательно сюда вернется. Слово сдержал. Сейчас я вижу, как преобразился город, а в Владивостоке я слышу, в том числе и с телевизионных корейских программ, и знаю, что ваш город полюбился нашим жителям. Замглавы администрации Владивостока Сергей Шерстюк отметил, туристический поток из Южной Кореи увеличился в два раза. С начала года город посетили более 70 тысяч путешественников из страны утренней свежести. За шесть месяцев прирост на данном направлении составил почти 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также, подчеркнул замглавы, для зарубежных компаний во Владивостоке действуют новые льготные режимы. Много интересных на сегодняшний день, не просто интересных, а очень важных законов правительство подготовило. Это территория переезжающего развития, это и свободный порт Владивосток. И в трех чтениях уже офшорная зона у нас появится на острове Русском. Гостям из Южной Кореи рассказали и о планах изменений Владивостока в будущем. Деловой центр хотят перенести в район Первой речки, а историческую часть города думают превратить в туристический кластер. Понадобится колоссальный объем работы, понадобятся и новые технологии, новые материалы, вообще такой опыт такого рода работы. В свою очередь, Квон Хюквун заметил, на набережной Цесаревича со времен проведения саммита АТЭС невостребованными остались два здания. И представители компании из Дон Сео рассматривают вопрос о строительстве на этом месте гостиниц. Ведь корпуса расположены рядом с морем, а туристический поток во Владивосток продолжает расти. Среди последних сданных объектов компании 60-этажный современный деловой центр в Пусане, который виден практически из любой точки города. 60-этажное тоже здание. Специализация из Дон Сео строительство жилых и нежилых зданий. Ее годовой оборот составляет 2 миллиарда долларов. Замглавы Владивостока пригласил делегацию к участию в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре. Республика Корея входит в тройку ключевых стран-партнеров Приморского края в сфере торговли и инвестиций. Анна Бережная, новости на восьмом. Дальневосточный федеральный университет открывает первую в России магистратуру по праву кибербезопасности. Англоязычная программа реализуется в юридической школе. Для поступления в 2018 году выделено 20 бюджетных мест. Выпускники смогут оказывать сопровождение компаний, которые разрабатывают, внедряют и используют новейшие технологии искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, блокчейна, а также просчитывать правовые риски при создании стартапов. К чтению лекций приглашены специалисты практики в области права кибербезопасности, сотрудники следственных органов, эксперты школы цифровой экономики и многие другие. Заявления на поступление в магистратуру ДВФУ принимаются до 13 августа. Поступить можно без экзаменов. Главное испытание – конкурс «Портфолио». Десять школ, пять детских садов и три учреждения дополнительного образования во Владивостоке получат по одному миллиону рублей. Деньги учреждениям будут выделены на условиях конкурса. В данный момент участники, а их несколько десятков, готовят презентации своих проектов для предоставления жюри. Конкурс пройдет с 13 по 24 августа. Деньги выделяются из бюджета города по распоряжению Виталия Веркиенко. Среди критериев отбора – создание условий для сохранения здоровья детей, обеспечение качественного образования, эффективное использование современных технологий и многое другое. Победа в таких конкурсах с одной стороны стимулирует учреждения внедрять новые программы, а с другой – это хорошее подспорье для обновления материально-технической базы. Отдых для людей с ограниченными возможностями снова стал доступным благодаря волонтерам. На побережье бухты Охлёстышева в десятый раз открылся лагерь инвалета. На этот раз сюда помимо инвалидов приехали полсотни ребят из коррекционного интерната для детей-сирот. Каждый год в этот палаточный городок съезжаются десятки людей с ограниченными возможностями здоровья из Хабаровска, Комсомольска, Наамури, Биробиджана и даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Лагерь в бухте Охлёстышева дал старт новой смене. Свой уголок отдыха здесь в этот раз нашли около ста человек. Это очень хорошая реабилитация, на самом деле. Вода, она вообще лечит. То есть у нас многие люди, получая вот этот водный эффект от плавания, они становятся более раскрытые, более раскрепощенные, более уверенные в себе. То есть у них спадают депрессии, они начинают жить максимально полноценной жизнью. Помимо инвалидов, в лагерь вместе с воспитателями приехали и 49 ребят из коррекционного интерната для детей-сирот. Сегодня я уже свободно двигаюсь в воде. Мне это помогает лучше ходить. И это всё-таки даёт надежду вообще бросить костыли и передвигаться с помощью ног. Для многих из них это единственная возможность отдохнуть на свежем воздухе. Дети и взрослые плавают в море, загорают, делают зарядку, катаются на катере. Для людей с поражением опорно-двигательного аппарата в лагере есть даже специальные тележки для купания. Я в воду чувствую руками, я вся в воде. Это очень приятно, очень полезно. И вообще здорово, благодаря вот этой тележке. Пока её не было, мы не могли попасть в воду. Вот, сидели на берегу, трогали так, водичку потрогаешь руками и всё. Лагерь в бухте Охлёстышева будет работать до конца сентября. Отдыхающие смогут оставаться на несколько дней или на всю смену. В дальнейшем в планах организаторов создать на этом месте настоящий реабилитационный лагерь с летними домиками, столовой и спортивным залом. Сейчас волонтёры ищут спонсоров, готовых помочь в этом добром деле. Максим Яковлев, новости на восьмом. Во Владивостоке может появиться Дальневосточный морской музей. Сейчас в музее города работает выставка «Тихоокеанское время» в рамках программы «Открытые морские залы». В 2015 году этот проект стал победителем конкурса Российского фонда культуры «Гений места. Новое краеведение». Программу, конечная цель которой создание морского музея во Владивостоке, вошли экспозиции, объединённые темой моря. Об этом рассказал директор краевого музея имени Арсеньева, в состав которого входит городской Виктор Шалай. Выставка основана на воспоминаниях моряков, их родных и близких. История нашего города неразрывно связана с морем и экспозиция делится на четыре жизненных этапа, знакомых многим приморским семьям. Расставание, ожидание, возвращение и встреча. Экспонаты рассказывают о людях, их особенном ощущении жизни, взглядах на мир. В создании проекта непосредственно задействованы моряки и члены их семей. Тихоокеанский флот. Идею о создании Дальневосточного морского музея поддержал глава региона. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой представители Приморья стали призерами на чемпионате МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Соревнования прошли в Уфе. Вода в Бухте Лазурной, а также щитовой и в акватории Седанки не прошла проверку Роспотребнадзора. Купаться там нежелательно. Турнир стран Северо-Востока Азии прошел во Владивостоке. В традиционных соревнованиях участвовали школьники из Приморья, Китая, Кореи и Японии. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНАС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмпункт медицинского центра «САНАС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНАС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Юлия Рокотская, и мы продолжаем. Представители Приморья стали призерами на чемпионате МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Соревнования прошли в Уфе. Вода в Бухте-Лазурной, а также щитовой и в акватории Седанки не прошла проверку Роспотребнадзора. Купаться там нежелательно. Турнир стран Северо-Востока Азии прошел во Владивостоке. В традиционных соревнованиях участвовали школьники из Приморья, Китая, Кореи и Японии. Приморские спасатели стали призерами чемпионата МЧС России по пожарно-спасательному спорту в Уфе. Всего в нем участвовали 30 команд из 15 регионов, более 500 лучших спортсменов страны. Уже 15 лет подряд команда из Приморья удерживает первенство на межрегиональных соревнованиях. И несмотря на высокий уровень конкуренции, нашим землякам удалось и на всероссийском уровне продемонстрировать высокие результаты. Например, боевое развертывание является сложной дисциплиной. В составе семи человек необходимо проложить магистральную рукавную линию и забором воды сбить мишень. Здесь приморцы заняли первые места, показав лучший результат. В командном зачете наша сборная заняла 9 место, что гарантировало участие команды в зимнем чемпионате России, который будет проходить в Саранске. Спортсмены уже вернулись домой в аэропорту Владивостока. Победители встречали родственники и друзья. Уже в ночь на субботу на Приморье обрушатся сильные дожди и даже ливни. К краю подойдут активные фронтальные разделы. Объявлено штормовое предупреждение и, по прогнозу, после дождей во Владивостоке станет прохладнее. А вот что принесла жителям приморской столицы субтропическая жара, которая держалась несколько недель и чем запомнился разгар купального сезона в нашем следующем репортаже. Купальный сезон во Владивостоке по традиции стартовал 15 июня, однако жителям приморской столицы лето улыбнулось гораздо позже. Зато уж улыбнулось, так улыбнулось. Буквально за одну декаду июля температурный рекорд 40-летней давности был побит дважды. Вода в Амурском заливе прогрелась до 26 градусов. Владивостокцы массово эвакуировались на пляжи. Но была у такой погоды и обратная сторона. Из-за жары в полтора раза увеличилось число обращений в скорую помощь. Количество инсультов выросло до 15-20 в сутки при обычной обращаемости от 5 до 8 человек. Гипертонические кризы участились на 30%, а общее количество обращений в сутки с 350 до жары выросло до 500. Еще одна отличительная черта нынешнего купального сезона состоит в том, что в этом году пляжами Владивостока вплотную занялась администрация города. Причем проверку проводил лично глава города. И прошли ее не все. Так, в городском парке культуры и отдыха имени Лозу на станции Санаторной Виталий Веркиенко потребовал предоставить полную информацию о работе парка. Итогом поездки стал перечень замечаний и решения о смене директора. Я крайне неудовлетворен тем, что вы проделали за 7 лет. И для меня неубедительны ваши планы на следующий год. И самое страшное, что вы даже не понимаете своих ошибок. Градоначальник также посетил Токаревскую кошку, мыскунгасный, змеинку и проверил, как арендаторы территории используют выделенные им участки, как ведут свою деятельность и исправно ли платят налоги. Я не поленился, поднял справку, сколько его прибой заплатило налогов. Сколько? В 2017 году 20 800 рублей НДФЛ составил. Это означает, что у вас работает один человек, а на зарплате 9 000 рублей. Инспекция началась с одного из самых живописных мест отдыха – пляжа на Токаревской кошке. Здесь всегда много горожан и гостей приморской столицы. Из-за состояния дна место непригодно для купания. Арендатор пояснил, что прибрежная территория разбита на три условных зоны отдыха. Пройти пешком к морю могут все желающие совершенно свободно. А вот за пользование шезлонгом или зонтиком придется уже заплатить. Вы понимаете, для чего предоставляет город пляжи в аренду? Совершенно верно. Для того, чтобы арендаторы, выполняя честные обязанности по договору, построили места отдыха, соблюдали тут безопасность, комфорт, отдых для жителей города. Вопросы добросовестной уплаты налогов возникли и к арендатору Кунгасного. Здесь за аренду пляжа вносят 1600 рублей в год. Я хочу ознакомиться с вашим перспективным планом. Я услышал, что у вас появился японский инвестор. Поэтому познакомьте меня с планами по развитию в графической форме и во временных рамках, когда вы планируете это сделать. На пляже в районе бухты Улисс можно не только бесплатно позагорать, но и помыться после отдыха в душе. Арендатор также рассказал, что в местном кафе всегда бесплатно готовы накормить людей с ограниченными возможностями. А вот проблема пляжей на Шаморе – нерешенный вопрос о качестве воды. Непригодной для купания ее признал Роспотребнадзор. Очередные пробы специалисты взяли совсем недавно. Однако не из бухты, а из небольшой речки, которая в нее впадает. Понять, пригодна ли вода для купания, хотят не только отдыхающие, но и сами арендаторы. Виталий Веркиенко пообещал взять этот вопрос под контроль. Мы еще раз делаем пробы вместе с Роспотребнадзором. Я заинтересован в том, чтобы была справедливая оценка качества воды. Потому что я так же, как и вы, сильно сомневаюсь в том, что оценка справедлива. Навестил глава города и пляж бухты Аякс. До 2021 года его арендует частный предприниматель. Вода бухты, признана специалистами Роспотребнадзора, пригодна для купания. Вижу, что успели привести в порядок, построить беседки, ресторан, содержать территорию в чистоте. Буйки установили, урны установили, туалеты работают. Не забыли в этом году и про такое не слишком доступное место отдыха, как остров Попенберг. Данная локация – одна из излюбленных у жителей Владивостока, особенно летом. Каково же было удивление горожан, когда на днях они обнаружили здесь некую сомнительную стройку. Однако в администрации города всех успокоили. Оказалось, что знаменитый остров собираются благоустроить усилиями управления Фрузинского района и экологической организации «Флора». Основная задача общественников – создать здесь экологическую тропу. Рабочие, например, уже завершают строительство лестницы, которая ведет на самую вершину острова, откуда открывается красивый вид на море и русский остров. Помимо этого уже почти готовы все лежаки и столики со скамейками для отдыхающих. Не, ну если оно для людей, а почему и нет. То есть главное, чтобы не было, как обычно, этих шашлычек шауромных и прочего. То есть, а люди-то, конечно, пускай гуляют. Ну и порядок заодно наведут, потому что остров… Ну, видно, что люди отдыхают, не все с собой все увозят. Да, конечно, я думаю, нужно. Нужно обустраивать эти все острова, чтобы было все здесь цивильно. Я впервые на этом острове приехал из города Санкт-Петербурга. Здесь очень красиво, замечательно. И сейчас сюда много раз приедем. Настоящий скандал разгорелся в этом году из-за пляжа Стеклянного. Как выяснилось, обкатанное морем стекло массово выносят с уникального пляжа. Среди любителей морских сувениров и гости из Поднебесной. Однако, как выяснилось, до границы его никто не довозит. Видимо, в отрыве от места рождения достопримечательность пляжа превращается просто в старое тусклое стекло, которое выкидывают за ненадобностью. А ведь во Владивосток, чтобы специально полюбоваться именно стекляшкой, как ее прозвали местные жители, целыми семьями едут со всех регионов страны и даже из-за рубежа. Мы сюда ехали ради этого, чтобы посмотреть, потому что были только фотографии посторонние, да, соцсетей. Мы решили посетить этот пляж. Это была главная, основная цель прибытия во Владивосток. Как известно, вода ошибок не прощает. К массовым наплывам отдыхающих на пляжах готовились и сотрудники Владивостокской городской поисково-спасательной службы. На русском острове состоялись практические занятия по водной подготовке. В приоритете, конечно же, оказание первой помощи человеку, попавшему в опасную ситуацию в акватории. На сегодняшний момент это очень актуально, потому что идет пляжный сезон, идет навигационный период. И, как вы понимаете, без тренировок не бывает удачных спасений. Во всех этих случаях это оказание первой помощи человеку, попавшим в нестандартную ситуацию на водных акваториях. Кстати, со 2 августа бухта Шамара под присмотром врачей. Возле стационарного пункта ДПС работает трассовый пункт службы скорой помощи. Медики предупреждают, даже если вы надели на ребенка жилет или спасательный круг, это не повод оставлять малыша без присмотра. Судя по долгосрочному прогнозу, основной пик субтропической жары уже позади. Но жаркие дни еще будут, обещают синоптики. А вот сезон отпусков в самом разгаре, и многие приморцы отправятся отдыхать в другие страны. Туристов-эпидемиологи предупреждают особо. В ряде государств европейского региона наблюдается неблагоприятная обстановка заболеваемости корию. Среди стран, откуда россияне завозят коварные заболевания, такие популярные направления, как Турция и Юго-Восточная Азия. И чтобы отдых не превратился в проблему, стоит заранее позаботиться о своей безопасности. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Купальный сезон в разгаре. Жители и гости края устремляются на пляжи, где проводят по многу часов под ярким солнцем и охлаждаются в море. Чтобы держать под контролем соответствия воды нормам, специалисты Роспотребнадзора с мая по октябрь каждый год проводят мониторинг. В этом сезоне уже отобрано 190 проб по санитарно-химическим и 340 по микробиологическим показателям. На данный момент отмечается несоответствие качества воды в бухте Лазурная, а также в бухте Щитовая и в акватории в районе станции Седанка. Купаться в таких местах небезопасно из-за угрозы заражения различными заболеваниями, в том числе инфекционными, отмечает ведомство. Тем временем корреспонденты Восьмого канала решили выяснить, как обстоят дела с озоновым слоем над регионом и насколько безопасно загорать под приморским солнцем. Как известно, именно озоновый слой активно защищает планету от губительного жесткого ультрафиолетового излучения. На вопросы журналистов ответили специалисты озонометрической станции. Продолжит Евгений Черемухин. Каждый день уровень падающей на нас с неба радиации, температура воздуха и почвы, влажность и давление постоянно меняются. В разных точках земного шара эти данные могут существенно разниться. Именно для отслеживания текущей ситуации на аэрологической станции Садгород в пригороде Владивостока работают эти приборы. Ежедневно специалисты снимают с них показатели, порой по несколько раз в сутки. Ну а некоторые датчики полностью автоматизированы. Например, актинометрический прибор сам следит за солнцем и отправляет на сервер данные об активности светила. Все эти параметры обрабатываются компьютером сразу машиной. Составляются телеграммы. И информация идет синоптикам в аэропорт и всем потребителям, кому там нужно. Одни из самых интересных и сложных наблюдений, производимых на станции Садгород – озонометрические. Этот прибор единственный в своем роде на всем Дальнем Востоке. Измеряет он, как нетрудно догадаться, интенсивность озонового слоя. Это тот самый, что не дает нам заработать рак кожи после каждого выезда на море в выходные. Эти карты озонового слоя составляются учеными по результатам тысяч таких наблюдений в самых разных районах планеты. Во Владивостоке наблюдения за состоянием озонового слоя ведутся уже более 50 лет. Количество озона на Приморской столице колеблется в зависимости от сезона. Максимум наблюдается зимой. К лету его количество падает. И минимальный, но, как подчеркивают специалисты, не критические значения, отмечается в июле-августе. Кроме постоянных измерений приборами с Земли, сотрудники станции два раза в день запускают специальный аэрозонд. Наполненный водородом, он взмывает воздух с солидным ускорением. Ну вот в настоящий момент, вот в одно и то же время, строго указанное время, по всей планете запускается, ну, порядка тысячи зондов. Ну, может, я ошибаюсь, точно не могу дать. Суть, чтобы они были запущены одновременно. Для того, чтобы в один момент снять картинку вот этого вот состояния атмосферы на всей планете. Все данные, собранные как с зонда в атмосфере, так и с приборов, компьютер обобщает и обрабатывает, чтобы потом отправить в Центр управления Примгидромета, в аэропорты, военным и много кому еще. Таким образом и строится глобальная и оттого намного более точная картина погоды и других параметров атмосферы. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. И далее к новостям спорта. Международный турнир стран Северо-Востока Азии прошел во Владивостоке. В традиционных соревнованиях принимали участие школьники из Приморья, Китая, Кореи и Японии. Участники сразились в бадминтоне и настольном теннисе. О том, как прошел ежегодный турнир, расскажет Максим Яковлев. Спортивные встречи между дальневосточниками и азиатами проходят во Владивостоке почти каждый сезон. Соревнования в таком международном формате привлекают большое количество участников. Ведь это самый доступный и простой способ получить опыт игры с иностранцами. В этот раз в состязаниях встретились страны Северо-Востока Азии. Этот традиционный юношеский турнир прошел в девятый раз. Я недаром привез первый вымпел за 98-й год, который при губернаторе Ноздратенко определил направление развития в международном секторе. И решили как бы излюбленное блюдо восточной кухни, в частности спорта. Настольный теннис тогда был первый и футбол. Но с тех пор прошло много времени, меняются приоритеты. Мы видим уже и бадминтон, еще остальные какие-то спортивные дисциплины. В соревнованиях принимали участие юные спортсмены Приморья, Республики Корея, Китая и Японии. Борьба шла одновременно в двух видах спорта – бадминтоне и настольном теннисе. К слову, именно в этих дисциплинах азиаты себя чувствуют как рыбы в воде. Поэтому нашим ребятам приходилось нелегко. Ну, соперники сильные. Со всеми с ними бороться можно, но физика не позволяет. С китайцем играл. Как тебе показал? Ну, проиграл 3-0, но все партии на больше меньше. Ну, то есть прям борьба была. Все стороны заявили на соревнования только школьников. Правда, азиатская спортивная подготовка, с детства поставленная на поток, повышает уровень игроков в разы. С ними могут смело играть даже студенты. Подход у них максимально серьезный. А все потому, что Китаю, Корее и Японии достались все ближайшие Олимпийские игры. Мы все так близко географически расположены, что просто обязаны встречаться на спортивных соревнованиях. Тем более в Японии скоро будут Олимпийские игры. Поэтому у нас сейчас очень популярен настольный теннис. И ребятам нужна практика. Видно, что пока у нас лучшие результаты. Но соперники из России не дают расслабиться. С детства люблю заниматься спортом. Здорово, что здесь совсем рядом можно посоревноваться с иностранцами. Тенденция развития спортивной дружбы стран АТР видна невооруженным глазом. Только за последние пару месяцев Владивосток успел принять и баскетболистов из Пусана, и детские азиатские команды на юношеских играх в лагере «Океан», грибцов на «Драконах» и многих других гостей. В середине августа нас посетят уже и корейские футболисты, чтобы открыть традиционный турнир по дворовому футболу. А в сентябре спортсмены из Азии выступят на Восточном экономическом форуме. Все это каждый год укрепляет дружеские отношения между нашими странами. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Южная Корея намерена расширить бизнес во Владивостоке. С потенциальными инвесторами встретился глава города Виталий Веркиенко. Первая из трех новых электричек Приморья выйдет на маршрут в сентябре, и ее поставят к Восточному экономическому форуму. Жара во Владивостоке бьет температурные рекорды. Вода прогрелась до 26 градусов. Люди страдают от тепловых ударов, а на самих пляжах наводят порядки. В разгаре купальный сезон. В бухте Охлестышева снова открылся лагерь инвалета. Он предназначен специально для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дальневосточный морской музей хотят открыть его в Владивостоке. С таким предложением выступил директор музея Арсеньева Виктор Шалай. Представители Приморья стали призерами на чемпионате МЧС России по пожарно-спасательному спорту соревнования прошли в Уфе. На сегодня это все. Не что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал, главное, Владивосток. Жара, которая держится в Приморье, вынуждает сотрудников местных зоопарков идти на разные ухищрения, чтобы охладить зверей. Так в Уссурийске участили подачу жидкости. Каждому животному пища подается в прохладном виде. В зоопарке в пригороде Владивостока в жару водой поливают медведей. А молодая львица Астра играет с подругой-тигрицей в бассейне. В Приморском сафари-парке в период высоких температур животные также спасаются в воде. На территории много бассейнов и мелких водоемов. Купаться идут все – тигры, выдры, еноты и барсуки. Но больше всего такое времяпрепровождение нравится медведям. Наблюдаем за ними вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Рогоцкая. Увидимся на «Восьмом». Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!